...концерт давать было просто нельзя. Но, видно, это обстоятельство музыкантов вовсе не смущало, ибо после регулярного употребления стимуляторов данного типа, оно, состояние то бишь, является у них постоянным и повседневным. Здесь на ум лезут слова одной из песен группы. Вино и гашиш, Стамбул и Париж, Моряк, моряк, почему ты молчишь? В другой песне Свердловские братья уже откровенно заявляют, что после регулярного употребления такого допинга не мудрено и крышу потерять. Куда ты плывешь, крыша моя? Какие реки, скучие моря? Что еще удивило нашу съемочную группу, так это, слава богу, не очень многочисленная толпа поклонниц и поклонников группы Агата Кристи, собравшихся на концерт. Напившись халявного мак-кофе, закусив сигареткой с непонятным содержимым, молодежь отрывалась на полную катушку. В интервью нашим корреспондентам лидеры группы Агата Кристи заявили, что никакого отношения к королеве английского детектива они не имеют и более того, являются яростными русофилами и все инородное и иностранное им чуждо. Все, кроме названия. С нами легендарная группа Агата Кристи. Привет, Глеб. Привет, Вадим. Хорошо. Здравствуйте. Вообще, какие чудеса вы нам сегодня готовите? У меня сразу вопрос возникает тем людям, которые называют нас легендарной группой или легендами русского рока. Знаете, метрис исполняется только в этом году. Мне очень неприятно, когда меня называют легендой или тем более монстром русского рока. Мне кажется, что у меня еще все впереди. Знаете, говорят, что музыка у вас самих. И для чего вы вообще поете? Кому вы поете? Что вы хотите дать нам своей музыкой? Ну, как вам сказать? И музыка для нас самих, и поем для нас самих, и пишем для нас самих. А фокус заключается в том, что нам повезло, и это еще нравится достаточно большому количеству людей. За что им спасибо. Евразийская музыка – это музыка, прежде всего, конечно, славянских народов, обитающих во всей Европе и Азии. И, наверное, я знаю точно, что есть у нас поклонники в Австралии, есть у нас поклонники в Италии, есть поклонники в Скандинавии, общим словом называемые. Я имею в виду аборигенов, а не эмигрантов. И в чем разница вот между теми поклонниками и нашими русскими? Ну, добролички практически никакой. В основном образы, которые вы создаете в своих песнях, они как бы отображают молодежь. Серьезно? Ну да, можно сказать, что поклонники в основном у вас довольно юные. С чем это связано? Это не потому, что вы не можете удовлетворить интересы людей более зрелого возраста? Вы знаете, мы можем удовлетворить кого угодно. Всегда что хотелось сделать, написать и выразить какую-то сложную мысль, но простыми словами. И, по-моему, это абсолютно нормальная задача, которую должен ставить каждый художник перед собой. Понимаете, написать текст, в котором идет отсылание десяти или двенадцати авторам одновременно, понимаете, вы не поймете этот текст, если не прочитаете его там и вот так и список дается, понимаете? Это глупо. Это текст не имеет смысла писать. Это просто имеет смысл рассказать своим поклонникам все эти книжки, которые ты любишь, всех авторов, которых ты ценишь, и замолчать. И все. Мы делаем то, что мы считаем нужным делать. Мы пишем простыми словами, простым языком, описываем свои ощущения, достаточно сложные. Обязательно скоро измениться, перестанем играть простую музыку, начнем играть сложную, что-нибудь вроде руки вверх, станем популярными и богатыми. То есть, пик вашей популярности еще впереди, я так понимаю? Конечно, конечно. Руки вниз мы, наверное, сделаем группу. Или руку вниз. Хандехов. Ну или так. А вам не кажется, что это немножко парадоксально, то, что сейчас на ваши концерты приходит недостаточное количество людей, и, допустим, когда вы выпустили альбом «Опиум», у вас была очень высокая популярность, у вас был хороший взлет. Мы были модной группой в 95-96 году, а потом мы стали группой любимой. У достаточного на наш взлет количество людей, которые нас слушают и ходят на наши концерты. То есть вам хватает? А вот на группу Хандехов, я думаю, года через два никто ходить не будет, точно так же, как и на «Ласковый май». Мы умышленно воздействуем на психику людей. Дорогие люди, когда вы будете слушать группу Агады Кристи, предупреждаю. Группа Агады Кристи воздействует на вашу психику. В какую сторону, мы сами не знаем. Но то, что мы сдвигаем ваши мозги, это точно. Это делается специально, нарочито. И в то же время это просто естественный для нас, как для группы, процесс. Потому что если бы мы писали, что мы были другой группой. Агады Кристи – это такая разновидность NLP, или ещё чего угодно, которая воздействует действительно на психику потребителя. Я бы добавил, прежде всего, воздействие на собственную психику. Потому что на самом деле, когда мы сочиняем новые альбомы, нам хочется, чтобы они, прежде всего, нас самих прокачали. А с нашей практикой воздействия на наши мозги, в общем, я думаю, то, что раскачивает наши мозги, уж обязательно раскачает остальные. Не потому, что мы лучшие, а потому, что у нас такой опыт. Вот как, вот, ваша жизнь, это постоянные разъезды, постоянные концерты, как это влияет на вашу личную жизнь? Отрицательно. Фанатки замучили, а? Ну, как нет, личная жизнь с фанатками исключена. Потому что это запредельные вообще какие-то отношения. В свое время один гитарист известной группы, бывший инвестиционер Владимир Бедунов, группа «Чаффи» имеется в виду, сказал, что секс с фанатками и с журналистами приравнивает секс к каталожеству. То есть процент творчества в гастроле составляет, ну, может быть, 5, от 5 до 7. То есть это то время, которое мы непосредственно будем проводить на концерте. Все остальное время занимает, разъезды, гостиницы, там, интервью и все остальное. Вообще, что вы думаете о сегодняшней, так сказать, молодежи? Или молодежи? Мало с ней общаюсь, я вас не знаю, может, и больше. Ну, я на свое счастье общаюсь только с той молодежью, которая, ну, как правило, с музыкантами, в последнее время совсем молодыми ребятами из нашего родного, полуродного Свердловска, насколько мы родились чуть дальше. Среди современных молодых людей, так же, как и среди нашего поколения, когда-то есть полные и конченые идиоты, а есть очень хорошие, стеснительные проненциалы, которые потом начинают что-то творить, сочинять и делать что-то хорошее. В общем, всех хватает, рано или поздно. А манера одеваться, носить штаны широкие или узкие, это все меняется, и это не важно. Ну, такой традиционный вопрос, что в вашем понятии любовь? Потому что вы очень специфично отображаете в своих песнях. По понятиям мы поем о любви. По нашим понятиям. Ну да, например, я на тебе, как на войне. Что это? Это такое своеобразное отношение к женщине? Это в Камасутре такая строчка есть. Вам виднее. На самом деле, эта строчка означала только одно, то, что бывают отношения такие. Бывают такие отношения между мужчиной и женщиной, когда любовь, в принципе, простекает, как война. Понимаете? А война как любовь. Хорошо. А что вы планируете после сегодняшних чудес, после чудеса Ямев до альбома? Что потом будет? Ну, не то, что мы спланировали. Мы уже сочинили и записали новый альбом, который, надеемся, в конце мая, начале июня будет свет. Мы бы очень хотели успеть все для этого сделать. Как он называется? Это альбом в год 50-ти билетия Победы сознательно называется «Майн кайф» со знаком вопроса. И я, говорящие слова Медлея, посвящен всем войнам, которые уже произошли на этой планете, которые сейчас происходят, и грядущая, и самая главная война, которую бы нам всем, к сожалению, не избежать. Не то, что сожалеть, а то, что с Божьего попущения будет последняя война. Это альбом и о Великой Отечественной войне. Кто-то найдет там с Ацси, с Чечней, кто-то с Сербией, кто-то с Афганистаном. И последние строчки этого альбома обращены к нынешнему дню и, может быть, к дню грядущему. То есть о войне, о Великой битве. Которое произойдет в месте Армагеддона. Не там, не на том самом астероиде, который взорвали, а на настоящем Армагеддоне. Ни одному человеку не дано знать, когда это произойдет. Ну, спасибо. Спасибо большое за ваши искренние ответы. А у нас в гостях были всеми любимые Глеб и Вадим Агата Кристи. Пока!